Для этих людей железный конь не просто двухколесный транспорт, а образ жизни. Десятки байкеров собрались на автодроме около Усиса, чтобы открыть долгожданный мотосезон. Рев мотора, кожаные куртки, смелые мужчины и девушки. На открытии сезона в клубе Vagabond MC собрались десятки мотоциклистов. Это люди, живущие свободой, любящие железо и драйв. Старт мотосезона не только повод увидеть старых товарищей после долгой зимы и познакомиться с новыми, но и в очередной раз напомнить о безопасности. Это не значит, что мы только сегодня сели на мотоциклы, но это какая-то отправная точка мотосезона, с которой можно планировать поездки на сезон, новые знакомства. Я просто наблюдаю много новых людей на мотоциклах, меня это радует. Главное, чтобы все садились за руль мотоцикла с трезвой головой, холодным рассудком и пониманием, что это два колеса и их жизнь и здоровье в первую очередь зависит от них самих. У байкеров есть дорожные имена. Константина Кадибаша называют подводником неспроста. Он уже много лет руководит клубом подводной охоты «Тритон». А вот мотоциклом мужчина увлекся только четыре года назад. И теперь расстаться с ним не готов. Приобрел мотоцикл, начал общаться плотно с мотоциклистами, вступил в ряды мотоклуба «Вогапонт МС». Вы в машине едете, там все-таки ограничено каким-то пространством, ну, сами понимаете. А здесь, на мотоцикле, это движение более острое, все ощущения более острые. Если ты едешь, запах шашлыка весной чувствуешь, вот и чувствуешь, да, или запах травы. На машине это лишено возможности. Поэтому, ну, все интереснее гораздо. Автодром пестрит многообразием железных коней от обычного скутера до тяжелых круизеров. Именно они будут рассекать дороги весь предстоящий сезон. Саровчане стройной колонной проехали по основным улицам города, давая старт разнообразным мероприятиям и выездам. Ульяновск, Рязань, Саранск, Чебоксар и Йошкар-Ола. Направления самые разные, но объединяет байкеров из разных городов одно – любовь к мотоциклам, адреналин и скорость. В Сарове прошло первенство города по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. Помимо традиционных соревнований в торжественной обстановке, некоторых спортсменов наградили заслуженными знаками мастеров спорта России, а также вручили удостоверение кандидатов. Знаки мастер спорта России по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе получили сразу две саровчанки. Тамара Давыдова и Ирина Тимонина еще в прошлом году подтвердили это звание на соревнованиях в Ярославле. Девушки упорно тренировались с малых лет. Этот статус тому доказательство. Я подтверждала его очень долго, наверное, года два, то есть в 16-17 лет уже такой возраст, когда нужно выполнять мастера спорта и его подтверждать, что требует долгой упорной работы. Ну то есть с самого детства ходишь на тренировки, каждый день тренируешься и стараешься, если у тебя все получается, то ты к этому приходишь. Когда только-только получилось вообще выполнить, то шок был. Потом это стадия восторга. Думаешь, неужели, неужели столько лет тренировались и все-таки смогли дойти до этой поставленной цели. На торжественной церемонии удостоверения кандидатов в мастера спорта получили еще девять воспитанников ИКАРа. Четверым присвоили первый разряд. Награждение стало символичным открытием первенства города по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. Соревнования проходили в два дня. У нас они традиционные. Мы каждый год проводим в это же время эти соревнования. А потом мы проводим их специально перед первенством области и чемпионатом области. Делаем отбор. У нас рейтинг. Кто достойный, кто в призер попадает, тот и едет на первенство и чемпионат области. 85 воспитанников отделения соревновались за победу в трех дисциплинах прыжки на двойном мини-трампе, а также индивидуальные и синхронные на батуте. Победители и призеры уже активно готовятся к первенству и чемпионату области, который планируют провести 11 мая в Нижнем Новгороде. Соревнования по детскому многоборью прошли на базе школы номер 14. В состязаниях приняли участие 10 команд из школ города. Ученикам младших классов предстояло пройти 4 испытания, чтобы принести команде еще одну победу в копилку городской спартакиады школьников. Многоскоги, подтягивания, метания, челночный бег. Ученикам первых-четвертых классов предстояло пройти 4 испытания на силу, ловкость, быстроту и выносливость. Традиционные соревнования по детскому многоборью прошли на базе школы номер 14. В состязаниях приняли участие 10 команд из школ города. Мы прошли челночный бег и метание в цель. У меня по метаниям было 4 из 5, а по челночному бегу я почти все хуже. Ну, быстрее всех. А что было самым сложным? Для меня было самым сложным – это метание. У меня по метанию ноль, а по бегу я быстрее всех. Мне было сложнее кидать кубик, потому что там тяжело прицелиться было. Мне надо пропрыгать, чтобы как будто мы бежим и как будто прыгаем вот так. И еще подтягиваться. Я думаю, что мы пройдем все испытания и будет все хорошо. Ребятам нужно было сделать 8 прыжков и приземлиться как можно дальше. Мальчикам – потянуться на высокой перекладине, девочкам – на низкой. Попасть мячом точно в цель и пробежать на скорость 3 дистанции по 10 метров. За каждую дисциплину судьи назначали определенное количество баллов. Соревнования по детскому многоборью прошли в рамках городской спартакиады школьников. У нас прошли соревнования по скейтболу, кэсбаскет, волейболу среди сборных девушек и мальчиков, и младших и взрослых средних. Также прошли соревнования по шашкам, шахматам. Только что закончили стрельбу из электронного оружия на базе «Икара». Более 20 соревнований прошло в течение учебного года. Заключительный этап спартакиады – лёгкоатлетическая эстафета 9 мая. В каждой спортивной дисциплине свои победители. Потом на основе общего рейтинга подведут итоги и выявят абсолютных победителей и призёров спартакиады школьников. В соревнованиях по многоборью бронзовым призёром стала школа номер 10. Второе место заняла школа номер 11. Из золота состязания взяла школа номер 16. Начни свой день правильно. Утренняя зарядка помогает человеку взбодриться, зарядиться энергией. Многие люди ведут малоподвижный образ жизни, из-за чего возникают проблемы со здоровьем. Утренняя гимнастика предупреждает многие негативные процессы в организме. Утренняя гимнастика – прекрасный способ правильно начать свой день. Простые упражнения подходят для людей любого пола и возраста. Для того, чтобы тело оставалось в тонусе и дольше сохранялись молодость и здоровье, утреннюю гимнастику нужно делать ежедневно. Современный ритм жизни в городских условиях связан с малоподвижным образом жизни. Отсюда возникают многие проблемы со здоровьем, которые раньше были характерны только для пожилого возраста. Утренняя зарядка улучшит метаболизм, поможет зарядить энергией. Организм привыкнет к умеренной физической нагрузке, и человек будет бодрым и активным весь день. При движениях тела, рук и ног улучшается деятельность сердца и сосудов, нормализуется работа нервной и дыхательной системы. Ежедневные упражнения помогут выработать правильную осанку, помочь позвоночнику. С утра человек не отличается быстрой реакцией и активной умственной деятельностью, потому что ночью все эти показатели снижаются для полноценного сна. Гимнастика помогает проснуться, привести себя в рабочее состояние и зарядиться энергией. Даже небольшая, но регулярная физическая нагрузка положительно повлияет на тонус мышц, пищеварительный тракт и кровообращение. Активность будет полезна любому человеку. Насыщая организм кислородом, можно замедлить процесс старения. Есть противопоказания к упражнениям. Это повышенная температура тела и проблемы с давлением. Гимнастика для взрослых особенно полезна при малоактивном образе жизни, а также тем, кто страдает от частых психических нагрузок, сонливости. Упражнения дадут целый комплекс преимуществ. Предупреждение атеросклероза, насыщение мозга кислородом, улучшение концентрации и внимания, контроль веса тела, повышение иммунитета, укрепление сердечной мышцы, профилактика против сколиоза и остеохондроза. Комплекс упражнений поможет избавиться от ощущения разбитости, раздражительности, которые являются следствием недостатка движения и поднимет настроение. Гимнастику утром необходимо делать и пожилым. Комплекс упражнений может отличаться, но тут главное – регулярность. Зарядка улучшит метаболизм, поможет избежать проблем с суставами и истончением мышц, а также улучшит настроение и самочувствие, повлияет на укрепление костей, позвоночника, нормализует работу сердца, сосудов, органов дыхания, улучшит работу вестибулярного аппарата, что повысит координацию движений. Утренняя гимнастика особенно эффективно насыщает организм кислородом в проветриваемом помещении. Прекрасно, если есть возможность заниматься на свежем воздухе. Одежда и обувь должны быть правильно подобраны, без стеснения движений. Все упражнения должны выполняться плавно с чередованием вдоха и выдоха. Прием пищи перед занятиями исключен, но после пробуждения нужно выпить стакан воды комнатной температуры. Обычно комплекс делится на три части – разминка, основные упражнения и растяжка. Основная часть подбирается по желанию. Можно использовать универсальные упражнения, такие как приседания, махи ногами, наклоны с касанием пальцев пола, выпады по очереди левой и правой ногой. Для взрослого здорового человека можно включить упражнения на пресс, отжимания. Каждое упражнение повторяется от 6 до 10 раз. В заключении выполняется последняя часть с растяжкой мышц и нормализацией дыхания. Заканчивать гимнастику лучше принятием водных процедур, контрастного душа. Комплекс упражнений нужно чередовать, чтобы организм не привык к односложности и к одним и тем же движениям. Эффект акт гимнастики не заставит себя долго ждать, особенно если постепенно увеличивать нагрузку. Вы будете меньше простужаться, чаще улыбаться, чувствовать позитив и поддерживать все системы организма в отличном состоянии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова